но вот мы и крутим и терпим и не ноем подписчикам нашего канала сделаешь скидочку обязательно долго ли коротко ли но на юге санкт-петербурга мы наткнулись на один достаточно авторитетный и давно работающий шиномонтаж где мастер виталий согласился нас принять и вместе с родионом пройти и заглянуть в каждый уголок работаем парни спасибо приглашайте благодарю вас а сколько ты здесь работаешь 18 компания хорошие колеса на юге санкт-петербурга работает человек по 17 лет 18 лет 35 мне 49 я работаю с 93 года но это понятно глядя на твой мускулистый торс тебе всегда 16 по плакатам на стене можем надеяться что расходные материалы одного известного американского производителя здесь тоже должны присутствовать кстати они тут есть в работе в принципе можно сказать что оснащение этого шиномонтажа на очень высоком уровне скажи в сибири часто ты встречаешь меня нет да но это понятно это понятно конечно 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 мы хотим пройтись по каждому станку хотя бы в в общем и целом сколько ему лет 2 балансировки хоффман часто пользуешься адаптером постоянным потом начнем от себя мультика ну давай размеры циклы у нас часто новинка учили это заморами не это самая самая большая мощь которая у вас была вашей компании сности про и на жгопали ты тоже как это как итальянцы все не было такого автомобиля который приехал я просто не на тойота тундра а вообще зачем она нужна это мойка вообще хочу без нее нельзя обойтись вообще сейчас сейчас нельзя вообще никак не дышать пылью короче клиентам забирать колеса грязные то есть вот это колесо допустим помытое не знаю мы найдем грязную пензацию шею но щит чистая и грязная пересосы с ней по разному работает и в конце рабочего дня здесь просто немножко влажный пол в ноздрях как по килограмму пыли если колесо не надо мыть соответственно из комплексной услуги там есть комплекс как часто меняется нужно ли подогрев подогрев и здесь пользуетесь зимой конечно как часто меняется здесь никто не готовил поляну все-все-все-все короче вот потом вот сюда все это снимаешь вот тут снимаешь вот 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 грязь с потом лопаткой пакетики и украина Ну то есть вы тоже не веселые заняты, на самом деле. Я их не понимаю. У тебя могут быть с ней интересные. А здесь, здесь, именно это точно. Врачи, конечно, все делали. Дальше, если позволите, я бы... Да, пожалуйста, пожалуйста, знаешь. Прокоп вам буквально пару слов про ралансировки. Интересный ли, хороший ли, надежный ли, лучший ли в твоей жизни? Лучший ли в моей жизни? В моей жизни, да. Так, ладно. Так, лучший производитель, Виталий, или лучшая модель? Именно вот эта модель, я лучше станка не подходил просто. Вот у меня правильные слова. Лучшего в жизни просто не видел. Ага. Ну, они как-то получились. Возможно, лучше есть, но мы пока не видели. Смотри наш канал, иначе лучше станки. Ну, там, лазер ему может обрезать. Нормально. Наверное, следующий, самый новый, интересный вопрос, это вот рассказать про вот этот монтажный, который я кайков блокотился. Вот этот монтаж автоматического, да. Что он делает, как он делает? Короче, он делает все по чистому сам. Я, ну, так стою, так иногда рядом. Вот, что, присты, не боятся, что вы повредите штанок. Потому что он тут все в пластике. Это меняется часто, это очень редко. Классно придумано. И я, честно скажу, признаюсь, я впервые вижу эту автоматическую систему монтажировки. Я не знаю, да, но, естественно, видел, наблюдал. Но вживую вижу впервые. Я жажду попробовать, но сначала я послушаю. А еще, наверное, не видели, не видели. Это очень интересно, это что-то. Конечно, на любых встречах на воротах и не готовы. У меня рост 192. Короче, всегда тянулся звук, все, наверное, знают, что на монтаже. То есть, к концу дня у тебя огромное желание просто не доставать эту фонку вообще. То есть, я ее не достаю практически никогда. То есть, в день, может быть, раз. Угу. То есть, все время спина ровная. Не считая, если там помажать посты. Сразу вставлю свои две копееки и дали передвизии. Как ты насчет отжимала бортов со своим носом тогда? Тоже тяжело? Абсолютно нормально. Не, у меня как раз. Не, 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 то есть, вот эти движения, то есть, всегда... Ну, у меня тут такой же крепыш, когда-то на работе, и он очень смешно выходил в ситуацию, я потом когда-нибудь расскажу. Ну, в Германии на выставке видел такой станок, вот точно такая же шишка, допустим, но вот отжимная лапа. Здесь левее мы имеем стол с отжимной лапой сверху, точно такой же. Для чего именно бороться с этими наклонами. То есть, ты колесо на лифте поднимаешь, чтобы она лежит, лапой вот этой отжимной лапой. Сверху отжимаешь одну, ставишь, переворачиваешь, отжимаешь сверху другую лапу, и когда уже перевариваешь, то монтажный стол. Вот такая вот, я кроме блюда нового, ну, я тоже сначала не делал. Давай я, короче, пересос, соберу, разобреру, чтобы наглядно купить. Давай. Кстати, Дан, а что сразу собрать, разобрали? Пасты, густые, если ты считаешь, или кейс-мол? Ну, не знаю, 3 часа. Ясно. Жидкие лучше и хуже, как вы считаете? Мне, блин, или как объяснить? Вот, чтобы не войдет 3 часа, допустим, вот эта классная, блин, мне нравится. То есть, ну, не дубовая, нет, не дубовая и не слишком мягкая, потому что она, ну, не знаю, как объяснить коэффициенту. Готовое применение. Да, готовое применение. Бывает, что сезон, ну, так много-много подделывают, короче, и у меня остается такая штука, чтобы просто-тупо макнуть. Будем собирать правильно, или? Будем собирать правильно, пользуйтесь. Так, как ты умеешь. Не-не-не, так не применение, но он, может, руками может додать, для станка, но мы должны использовать все функции станка, чтобы просто ради нас пререживать. Ну, у нас все это уже выставлено. Да, нет. Можно, скорость, так, можно... В скорости, так, не дуешься, да, или как-то, можно туда. Дорогая, да. Дорогая, видите, здесь, летает туда. Это то, о чем я говорил сегодня утром. Да, ну, это слишком высокий профиль покрышки, можно не бояться, там ничего порвать. Но лучше, конечно, надо делать. Ага. Надо закидывать, ну, как положено, ну, как вот так вот. Ага. Здесь покрышечка на высоком профиле не порвется. Из-за первого. Ну, по... Скажи свои слова. Да, да, да. Монтажа, да, да. Монтажа, да, да. Все, да, да. Где он, монтаж, вентиль должен быть, в момент. Монтажа. Так вот, скажи, нам, где он должен быть. Считай, что я, короче, знаю, я приехал первый раз. Ты не знаешь. Пшинамонтажа, давай расскажи, давай. Рарантируешь кресок, вентиль должен быть, ну, плюс-минус, 5-6 часов. Вот. Для чего? Для того, чтобы мы вентиль не задели, чтобы он не начал травить. Либо, если там датчик будет, чтобы датчик. Значит, при монтаже шины на диск, вентиль должен быть на 5 часов. 5-6 часов, как бы. Под тебя, от оператора. А есть ли это люди, смотрят, у которых полуавтомат? Ну, в любом случае, от лапы, вот, от лапы, наверное, все-таки, да? Я говорю проще, в этом случае, вентиль должен зайти последним. Бор должен зашелся на нем последним. Что в той датке, что в этой датке. Ну, если бы, объяснять, то есть, так возможно. Ну, соответственно, при демонтаже. Так. Ну, просто, этот станок вообще, просто, не могу, на полу здесь. Лешка, подпускается, прозвик не позволяет сразу вот это ничего. Ничего, ничего. Ласк. И, если бы покрышка сейчас не была скользкая, она бы сама запрыгнула, прямо вот в месте вентиля. То есть, мы сейчас пролетели его, только потому что она скользкая, и не захотела запрыгнуть на диск. Так, постоп, стоп, а если бы она не была скользкая, как, мазать ее надо потом, после того, как закинется, или как? Она вообще настолько все четко, то есть, если прожать, то есть, ну, все покрублено, но правиломерно, то есть, не нужно бояться вообще ничего, то есть, ты так же быстро, когда она у вас туда, опа, крутишь, 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 шлеп, прямо в месте вентиля, и оно само залетает сюда, ну, надо остановиться в уровне, если такого не происходит. То есть, либо пользуешься, например, макерологической вот этой ставочкой, да? Да. Поехали. То есть, в критерном этаже все наоборот. Эти должны быть узлы обык. Если у нас есть датчик, то, конечно, так нельзя демонтировать вторую полку. Наверное, кто же это знает. Нет, все да не все. Да, да, да. Давай, лавра, лайфхак будет. У нас, да, здесь датчика нет, мы можем себе это позволить. Ну, если был бы удач, то лучше программируем. Опять. Ну, уже я от себя там какую-то такую сделал по разбору. А здесь же есть такая фигня. Короче, ну, это низкий профиль не будет. Давай попробуем. Нам пишут подписчики о том, что, ребята, вы тут нам показываете, рассказываете. У нас в регионе автомобилей с низким профилем просто нету. Что вы нам рассказываете? Поэтому многие этого не знают, не видели, не слышали. А люди-то есть? Люди есть. И низкий профиль а то есть? Ну, есть. А в некоторых регионах нет. Такие дороги, что даже днем с огнем не сыщешь. И им это не надо. Поэтому не все об этом знают. Мы в Питере об этом знаем. Короче, вот такая фигня, что убираем лапу. Обязательно смотрим, чтобы у нас между лапами она влетела. То есть, вот так вот держим. Я, правда, и не пользовался практически никогда. Как интересно. За плату, что она не нужна. Ах, вот оно что. Вот она отщелкивается обратно. Повторить? Да. Повторить? Ого. Короче. Упирается и назад. То есть, все кладем. И... Поехали. Это, ну, система, как на грудовой шинке. Понятно. Оп, с этой стороны, посмотрите. Давай. Ну, и как бы. А люди и будут говорить, что стоят, как лунный грунт? Может, проще вдвоем навалиться? Че? Ну, стоит такая приблуда. Дороже, чем и лунный грунт. Может, стоит вдвоем навалиться? Да, да, да. Ну, вот все же экономят. Ты же понимаешь? Нет. Нам надо объяснить. Надо ли на этом экономить? Твое личное мнение. Мое личное мнение. Вот эта фигня, она вообще лишняя. Она лишняя все-таки. Да. А тебе нужно отказаться? Потому что у тебя слишком высокая штанга. Ну, точнее, хорошо, что она высокая. А у людей, которые штанга, вот эта верхняя маленькая, могут воспользоваться только этой штучкой. Они, у них, если в нижнем роте блядь на диске, если шли на диске, верхний рот шин упирается в эту штангу. Понимаешь, о чем это? То есть кто-то без этого не проживет. А ты, говоришь, только в силу своего шлепа. Ну, я, да, я вот видишь, поднимаю, как бы, и шлеп-шлеп, и все это. Так, ну, из-за этого, конечно, без рулика и без лакоя. Собрать. Собрать вообще практически не бывает. Интересно, что же даже за производитель этого такого штанка? Теку? Теку, теку. У меня есть огромное желание попробовать вот эту штучку, честно говоря. Какой? Вон тут. Я могу ее попробовать? Да. Таким, по-моему. Ну, прям, подпроем все-таки вопросы. Но, опять же, смотри, диск, ладно, зажимать, расширать. Все, что не представляет. Мы, условно говоря, все, разчиков поддеваем. Дальнейшие мы действия. Дальнейшие действия лад. Шлап, ну все на себя? Ну, да. Вот так расслабленное могу сделать, я уже здесь. Так, попробовал. И, ну, и дальше. А, теперь. А, что ты делаешь? А, что делаешь? Чем нет, они не ароматуры или как? Вот это. То есть ты делаешь здесь? Ну, для удобства можешь, ну, просто, 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 ну, первый раз, чтобы ты чувствовал. Да, конечно. Она потихоньку опускает, да, абсолютно потихоньку. Видишь, ты делаешь тут, делаешь больше. Угу. Может потихонечку, 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 потихонечку. Лучше. Просто вот так все убирает, я понял. Да. Угу. Все, штангу закинул на себя. Не-не-не-не, это среднее положение. Все, лиза, чекарфон делала. Угу. Отлично. Все закупываю. Я могу, если не что-то, потому что я здесь положу. Всегда мечтала попробовать. Блин, я вообще, если на такой станок, чтобы меня заберут, я больше не люблю работать. Вы отрезали мне крылья. Не, правда, я даже... Ты иногда бывает старешь, ну, там занято или там, не знаю, ну, может, сейчас тушится, ну, зажду. Ну, так же, опа, все, как бы, не сюда снимусь, а... Ага, машинально. 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 За что по природе квосту? В данном случае, Виталий, я ничего не делаю. Правильно, я все собираю, как обычный станок. Да? Да, это чтобы у меня... Пресс! Я сам. Посмотрите, я все могу это делать, а у вас попробовать. Здесь только я все собираю, как галочки, все. Все есть? Ну, да. Ну, на этом станке есть, ну, бывают тысячки, с вами того, что надо аккуратно отсыграть вторую полку, когда она очень-очень жесткая. А сколько тут, ну, система такая, двойной губы, или как ее назвать, вторая, не знаю, вот. Ну, пускай будет двойная губа, да, так сказать. А почему нет? Ну, а что, у нас верхняя и нижняя, короче, получается. И вот резина, короче, защемляется между, и, соответственно, можно слегка оборвать покрышку. То есть даже в таком достаточно оснащенном современном станке нужно бортировать шину внимательно. Так, все, дальнейшие мои идти есть, если должны быть. Дальнейшие ты просто сразу же попускаешь в любом месте, в любом месте, даже если ты не заденешься, ты его не заденешься. Вот видишь? Вот сейчас она, да, я ее натолкую. Так, я теперь сам жду вот этого, правильно? Да, обычно чуть-чуть раньше. Ну, бывает, надо, что это короче, и раз, и тогда в Руси утопляем. Ну что, ты научился на этом станке? Да, это круто, я всегда хотел попробовать, это прикольная, классная тема. Это тоже, блин, да. Рандфлейт, 35 профиль. Это просто... Рандфлейт, 35 профиль? А ты чем 35 профиль делаешь? Ну, у меня все... Да справляется он с 35 профилем и урандфлейт. Это ли он? Я даже не знаю, там, ну... Ну, если там справляется. Ну, то, что я хочу и то, что я задумал, будет сто раз круче, чем этот и чем вон то. Ты обязательно попробуешь эти станки, пожалуйста. Но дай время, дай время, все мне сразу. Отлично, с этим я разобрался, я кайфанул, честно говоря, всегда хотел попробовать эту штучку в деле. Кайфер достойная, я считаю, тема. Я думаю, что в большом эгофорисе это просто не необходим. Она кайфовая, она функциональна, все-таки, из нее толк есть, польза есть. Прям достойная темка. Вязал ли ты такую тему в Новосибе? Сразу вопрос. Я уже нет, не видел, честно говоря. Может быть она есть, но нужно просто шоку не знать. Я понимаю, я понимаю, что ты можешь не знать, поэтому и спрашиваю. Возможно есть, так пусть нам напишут в комментариях, твои любимые подписчики сибирячки. Есть такой станок? Есть такая система в Новосибе? Или нет? И опять же, представим ситуацию, как нам продавец будет про это рассказывать? Как обычно по картинкам. У нас же, кстати, есть регрегатор специально в Италии, для того, чтобы проверить, что это там, туда вообще. Так что за мной теперь все повторяем. Погнали дальше. Виталий, хотел бы у тебя поинтересоваться насчет фланцевого адаптера. Как часто им пользуетесь? Как часто их требуют люди? Стоит ли эта функция отдельных денежков? Помогает ли это в реальной жизни? Безусловно, помогает. Не знаю, как людям, но мне она вообще помогает. Да ты какой-то передовой мужичок. У тебя все помогает. Мы тут сегодня не будем, наверное, рассматривать. Это для газелей. У вас есть газели? Бывают. Газели, короче, кроме бычков. То есть бычки мы уже не надевали. Услуга у вас требована на газели? Газели очень востребованы. Очень востребованы? Очень востребованы. То есть ты каждый день встречаешься с балансировкой колес от газели? Я каждый метал, но как бы... То есть буквально перед нами была газель? Одни и одна. Короче, газели. Что в Сибири газели-то бывают? У нас даже, смотри, класс газелистов. Выточена специальная воншайба газель. То есть, ну, чтобы не париться. Не фонс, он ее журнами. На конус же сам знаешь, наверное, не очень нужно. А здесь все. Вот. Ну и, конечно, два вида колоков. И форта, и с удовольствием. Да, это очень популярный конус. Молодцы, круто. Я как продажник только могу сказать, что конусы продались. Это такая, которая удлиняет, то есть, там совсем огромный конус из основных. Вот. И, ну, тут все уже подготовлено. Как правило, мы балансируем только джипики. Легковые колеса, в принципе, очень удобно держать. Это у нас Mitsubishi. А, то есть ты даже подготовил по маркам машин. Джипы, Mitsubishi. Только Mitsubishi, восьмидырочные, там, ну, или Chrome, там. Toyota, Pragic, там, и так далее. Восьми, может, шести. У нас все пип-шести. Пип-шести. Ну, вы Питер, вы можете себе позволить две лишние катера. Ну, добавили два, что-то. Ну, у меня все, дайте тебе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не могу ее расширить выбить. Да. И это, конечно, у нас крузак. Так, если ты ставишь на одну низ, это будет возик. Ага. Патриот? Да, да, любимый. Ага. Ну, крузаковка и скидать иметься. То есть удобно, быстро. Ну, да. Ну, да, уже, как бы, я сразу выстрелил. Парень, как бы, для меня-то и пользуется, а в этом хотели разбираться. Вот. Но меня как-то в свое время... Обучили? Гнобии, да. Когда я только начинал это делать, типа, ты не умеешь, ты ничего не умеешь, у меня была задача в своей жизни сделать так, чтобы я мог все. То есть по максимуму, короче. Ну, дадите. Мог все по маркам и моделям автомобиля, правильно? Ну, я мог вообще все. А, то есть зашелся на монтаж. Все. То есть все, что ты сейчас спросишь, я могу тебе на все ответить. Ну, не только ответить теоретически, но и сделать практически, да? Да, идеально. То есть на максимальном уровне. Это крышки надо изучать. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ладно, ладно. Адрес на этот шиномонтаж мы оставим в описании. Приезжайте, смотрите, мучайте Виталия, пишите комментарии. Интересно, он все умеет? Может быть, что-то не сможет сделать? На цену, допустим, балансирование. Да, кстати, очень важно. Очень важно, как всегда, цена. Мы с клиентом за это не живем. То есть ты берешь балансировку, диаметр такой-то, сделал ты это с помощью адаптера и с помощью конуса, не имеет на цену никакого уровня. В процессе есть, как-то... А, все-таки есть, график. А вот мы убежали, когда мы разговаривали про комплекс-5 услуг в вашем шиномонтаже. Какова его цена? Ты говорила, комплекс-5. По радиусу это... Да, 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 по диаметру. 480, это 13-14. За колесо. За колесо. Нашим 15 и мы приедем. Да, хорошо, хорошо, все. Ну, это лишний раз говорит о том, что мы не готовились, так? Да, 480, получается у нас 13-14. Это все диски, говорю. Да, 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 я понимаю. 580, 15-16, 480, 580, 717-18, 900 от 19-го и выше. Ага. Вот. Ну, соответственно, там профиля, если есть, это тоже там плюс 100 рублей. Ну, в целом, не знаю, на мой взгляд, они все такие минусы. То есть, 900 рублей? Нет, 1100 рублей это у нас переработит, ну, большой автомобиль с низким профилем. Значит, 21-е колеса с профилем 40. 4400, да, и минус. 4400, это без скидки? Без скидки, да, но если у него еще и трансплета, допустим, и скатокон. Допустим, по максимуму, да. По максимуму это 5200, по-моему. 5200. Постальным клиентам 10% скидка. А? Молодцы. Поднял, очень рад. Очень хорошие питерские цены. Работают за деньги, а не за доширак. И это радует. Ну, конечно, работа тяжелая, работа должна быть оплачиваемая.